Ну а прямо сейчас предлагаю поговорить еще об одном событии, которое пройдет в нашем городе завтра. И поговорим мы с Ангелиной Аджийской, менеджером некоммерческой организации Одесса Спикс Инглиш в показе фильма «Война за планетой обезьян», на которой, кстати, сегодня мы разыгрывали пригласительные. Продолжаем разыгрывать. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Одесса Спикс Инглиш — это некоммерческая организация, которая организовывает показ, допремьерный показ, который пройдет только завтра по всей Украине. Он будет в четверг, как обычно бывает в кинопремьеры, а мы покажем этот фильм в среду на английском языке. На языке оригинала. Да. Расскажите вам подробнее об этом мероприятии, почему именно этот фильм? Фильм выбран не то чтобы очень специально, но мы общались с кинодистрибьюторами, которые помогали выбирать этот фильм и сошлись на том, что этот фильм будет понятен и его будет легко воспринимать даже тем, у кого английский не идеальный, тем, кто владеет им, не свободно, но хотел бы все равно смотреть кино в оригинале. Вот. Поэтому, собственно, этот фильм. На самом показе мы прямо перед сеансом разыграем призы, которые будут полезны для изучения английского языка, в том числе это будет грант на курсы от наших партнеров. Мы так делаем на каждом нашем показе, который мы организовываем, чередуем школы, с которыми мы дружны. Вот. Так что будет полезно очень. То есть, в принципе, это мероприятие и для тех, кто любит кино, и для тех, кто не теряет надежду изучить английский язык. Вы не первый раз проводите подобного рода показы. Как часто они происходят и где о них можно узнать? Насколько пользуется популярность? Вот еще интересно. Сейчас расскажу вам. Что касается частоты показов, то системы такой нет. Вот мы последний раз проводили три недели назад. Это была комедия. Она оказалась смешнее даже, чем мы думали. Наверное, это преимущество просмотра фильмов в оригинале. Что касается спроса, то очень многие люди, у них сразу загораются глаза, как только они слышат о показе в оригинале, потому что кто из нас не хотел смотреть фильмы в оригинале и отличать голоса знаменитых актеров друг от друга. Но в то же время очень многие высказывают опасения, они боятся, что не поймут. Фильмы чаще всего показывают без субтитров, и у людей такая неуверенность в себе, что они могут не понять и просидеть там полтора-два часа, не понимая, что же будет происходить. Но по опыту могу сказать, что вот мы проводили этот показ комедии, поняли все, даже там 15-летние какие-то школьники, которые в школе английский учат спустя рукава. Они сами так говорят о себе. Им было понятно абсолютно все, поскольку кино, есть там визуальная часть, есть какие-то эмоции на лице, и в контексте ты понимаешь. Показ пройдет завтра, 12 июля, в кинотеатре Cinema City, да? Да, тот, который в Среднефонтанском. В Среднефонтанском. Скажите, пожалуйста, Одесса Speaks English — это организация, которая создает англоязычную среду в Одессе посредством разных видов коммуникации. Какие вот у вас есть направления? Как вы? Смотрите, мы работаем в трех направлениях. Это спорт, это медиа и это городское пространство. Что касается городского пространства, то совсем недавно мы запустили в ресторане «Форсити», ну, тоже такой социальный проект. Мы там открыли уголок англоязычной литературы. Туда приходит два раза в неделю свежая пресса. Это The New York Times, международное издание, и газета The Times. По пятницам и понедельникам можно прийти и почитать свежую прессу, прям как настоящий английский аристократ с чашечкой кофе. Также мы закупили очень классные передовые книги на английском языке об урбанистике, о психологии, там, отношениях между мужчиной и женщиной, политологии. В общем, на любой вкус можно прийти посмотреть. И с августа туда будут приходить журналы и про музыку, и про науку. В общем, ну, для тех... Аликанский ВОК там будет, скажите? Нет, не будет, потому что он не развивает английский. Там картинки только самое главное. Вопрос, вот мне просто стало интересно, он больше относится, наверное, к области логистики. Как свежая пресса из Америки, например, тот же New York Times, оказывается, я так понимаю, довольно быстро в нашем городе? Как вы это сделали? Чудеса транспорта и современных технологий, на самом деле. Это непросто. Сразу скажу, что доставка свежей прессы стоит многих усилий, но тем не менее у нас вот есть в команде человек, который занимался этим на протяжении двух или трех месяцев, чтобы организовать это все так, чтобы она работала. И вот, наконец, это свершилось. Также вы организовываете двуязычное радиошоу. Все верно? Да, да. Как это происходит? Кто этим занимается? Кто проводит эти шоу? Кто их слушает? Где их можно послушать? Мы проводим их на интернет-радиостанции Море.ФМ. Каждый вторник. Сейчас у нас небольшие каникулы, но мы уже вот-вот с них выходим. Одна из ведущих – это я. А вторая была девочка. Вот у нас как раз просто смена со-ведущей. Она носитель языка, причем как русского, так и украинского. И каждый из нас общается на своем языке. Я с ней общаюсь на русском, а она отвечает мне на английском. И мы обсуждаем передовые новости науки и технологий. И таким образом получается, что даже если человеку непонятно все на английском, тематика, в общем-то, непростая, то исходя из моих ответов или каких-то там переводных фраз, люди понимают, что сказала перед этим моя соведущая. Вот. Формат, в принципе, интересный и, мне кажется, не избитый для нашего медиарынка. Но, тем не менее, он существует в других странах, особенно там, где много мультинациональное население. В Мексике, например, есть такая практика испанский с английским. В самой Испании, кстати, в Барселоне очень много иностранцев. У них прям целые радиостанции посвящены вот таким билингвальным форматам. Ну, мне кажется, Одесса по мультинациональности не уступает Барселоне, поэтому действительно у нас это очень актуально. Как вообще родилась идея создания подобной организации, и кто у вас является ее создателем? И вопрос, для чего все это происходит? Для чего? В первую очередь, ну, как бы прямая цель, о которой мы заявляем, это улучшение английского среди одесситов. Опять-таки для чего? Да. И плюсы, которые это дает одесситам, их можно перечислять, мне кажется, очень долго. Это начиная от того, что это поможет нашему городу развиться с туристической точки зрения. Потому что вот передо мной был гость, который жаловался на то, что им некомфортно в Украине находиться из-за того, что люди... Мало кто их понимает. Мало кто их понимает, им даже дорогу сложно узнать у людей. Ходится ходить к психологам. Их пугаются. Кроме того, это помогает привлекать западных инвесторов, которым тоже некомфортно в Украине за счет незнания языка. Найти более высокоплачиваемую работу на западной рынке. Ну, то есть плюсов масса. И плюс, конечно же, кругозор. Мы знаем, что язык, он развивает мозг. Сколько языков ты знаешь, сколько раз ты человек. Произведение искусства в оригинале, такие как кино и фильмы. Мы тоже знаем, что это совершенно другая ценность и другое восприятие. А кто ваша целевая аудитория? Кто чаще всего участвует во всех ваших ивентах? Возможно, это таксисты или музейный работник, которым, кстати, неплохо было бы владеть английским языком. Вы знаете, таксисты, мы когда в команде общались между собой, кто же наша целевая аудитория, мы вот в идеальной картине, мы прописываем, что мы хотим, чтобы на наши кинопоказы приходили таксисты, чтобы нас слушали наши радиопередачи таксисты. К сожалению, пока что мы их не смогли еще привлечь, но мы над этим работаем. А кто активнее всего откликаются? Разные люди. У нас вот разный формат. У нас есть также пробежки по субботам, после которых собираются люди, общаются на английском. И на них приходят как айтишники, так и студенты, молодые люди, так и взрослые, которые хотят вместе со своими детьми как-то идти в ногу. Да, точно так же и с кинопоказами. Есть люди, которые просто ходят на курсы, но понимают, что им уже для чего-то конкретного нужно. Так и подростки, которые увидели просто афишу, о, прикольно, никогда не ходил на такое. Ну вот как-то так. Для всех, кто заинтересовался и хочет присоединиться к вам, где вас можно найти? Возможно, это какие-то странички в социальных сетях? Возможно, у вас есть адрес, где вы находитесь? Нужно прийти и получить информацию? Лучше всего, наверное, в социальных сетях там наиболее полная информация, обновленная. Это Одесса Спикс Инглиш в Фейсбуке. Там же есть ссылочка на наш сайт, где описана каждая инициатива более подробно. Мы всегда открыты к общению, отвечаем на все-все сообщения, комментарии, которые нам поступают. Вот, поэтому пишите, не бойтесь, мы будем только рады. А на показе кого ждете? Ждем наших друзей, ну, партнеров. У нас очень много партнеров, которые поддерживают нашу миссию и предоставляют свои ресурсы для реализации. Вот мы их пригласили. Ждем всех, кто хочет. Мы там общаемся с, как это сказать, комьюнити иностранцев, которые живут в Одессе. Вот среди них очень многие собираются прийти. Ну, это, в принципе, логично, потому что им не так много развлечений доступно в нашем городе. Вот англоязычные показы, они их выцепляют, ждут и с удовольствием, конечно, приходят. Ну, давайте тогда еще раз пригласим одесситов на завтрашнее мероприятие. Кстати, пригласительный на него мы разыгрываем сегодня в утренном седьмом. У вас есть, вам слово? Приходите, пожалуйста, 12-го числа в 12.00 в Cinema City в торговом центре Середине Фонтанский. Тот, который у вокзала в центре города. Мы вас ждем. Перед показом разыграем призы, полезные для изучения английского языка. Так что будем рады. See you soon. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях была Ангелина Аджийская, менеджер некоммерческой организации Odessa Speaks English. На этом мы прервемся на рекламу и вернемся совсем скоро.